В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Контроль за соблюдением самоизоляции. В регионе начал действовать интернет-сервис «Карта жителей Нижегородской области». По новым правилам. Православные церкви выпустили инструкции по проведению таинств во время карантина. Увлекательные и познавательные повести, рассказы и стихи. 2 апреля отмечается Международный день детской книги. Далее расскажем обо всем подробно. Субтитры создавал DimaTorzok Границу, которая выглядит вот так. И здесь есть соответствующая кнопка «Оформить заявку на выход из дома», нажав которую для того, чтобы зарегистрироваться в системе, вам будет достаточно мобильного телефона или планшета. Вам придет смс с кодом доступа. Далее портал предлагает оформить заявку на выход на улицу. В рамках ее оформления вам будет предложено пройти самопроверку. Нужно будет честно ответить на два вопроса. Как себя чувствуете и когда были за рубежом? Помните, что введение ложных данных недопустимо. Если вы находитесь в группе риска, система направит информацию в Минздрав. И выходить в этом случае вам строго запрещено. Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Пойти в магазин или в аптеку, вынести мусор, погулять с домашним животным или получить экстренную медицинскую помощь. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В случае, если вас остановит сотрудник полиции, предъявите ему этот код. Прямо на экране. Он за несколько секунд считает его с помощью смартфона. Отмечу при этом, что пока этот функционал работает только на портале, не в приложении. Но до 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и Apple Store. Для тех, у кого нет компьютера или гаджета с выходом в интернет, предусмотрели помощь волонтеров. Человеку нужно будет позвонить по номеру 112 и ответить на вопросы волонтера. После анкетирования человек получит номер заявки, который сможет предъявить в случае проверки. Отдельный раздел отведен для работодателей, которые в этой системе смогут подтвердить право своих сотрудников на перемещение. По состоянию на 2 апреля в Сарове случаи коронавируса не зарегистрированы. 83 человека находятся на карантине под наблюдением медиков. 5 горожан госпитализированы. К другим новостям. Дезинфекция дверей, поручней и сидений. Профилактические меры, в том числе обработку специальными средствами, проводят в общественном транспорте нашего города, чтобы не допустить распространения коронавируса. Автобусы перевозят людей, которым необходимо выходить на работу, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Ежедневной дезинфекцией проходит весь общественный транспорт Горавтотранса. Эпидемия коронавируса в нашей стране распространяется на данный момент. В России заболело более полутора тысяч человек. В Сарове инфицированных нет. Все усилия властей направлены на профилактику и предупреждение распространения болезни. Один из шагов – дезинфекция автобуса Горавтотранса. Для этой цели мы приобрели соответствующее оборудование, дезинфицирующее средство, которое помимо дезинфекции обладают моющими, чистящими и дезинфицирующими свойствами. Убивают бактерии, грибы, вирусы и микробы. Оно является нейтральным средством, не имеет запаха, цвета. Сотрудники Горавтотранса надевают на себя спецодежду, маски и очки, берут в руки специальные баллоны с раствором и опрыскивают весь автобус внутри. После чего тщательно протирают кресла и поручни. По словам Игоря Кузнецова, обработка транспорта проходит три раза в день – утром, днем и вечером. Что бы хотелось мне сказать пассажирам, чтобы они расплачивались картами, потому что передача денег из рук в руки – это все-таки негатив и может отразиться на здоровье как самих пассажиров, так и моих работников. Также сотрудники Горавтотранса настоятельно просят граждан соблюдать правила гигиены, меньше ездить на автобусах и не выходить из дома без необходимости. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Для поддержки реального сектора экономики правительство Нижегородской области разрабатывает ряд мер поддержки для бизнеса. На сайте Министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона собрана информация о горячих линиях и разработанных нормативных документах. Кроме того, в области начал действовать дополнительный номер телефона – плюс 7-951-911-7002, по которому в вайбер-чате предприниматели могут получить оперативную консультацию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В клинической больнице номер 50 сообщили об изменениях. С 1 апреля вызвать врача на дом можно вплоть до 17 часов. Обращение от граждан принимают в обеих городских поликлиниках. Вызвать врача на дом из первой поликлиники можно по номеру 9-55-11. Работники градообразующего предприятия и другие пациенты, которых обслуживает вторая поликлиника, должны обращаться по телефону 9-52-52. В правительстве утвердили правила оформления листков нетрудоспособности для работающих пенсионеров, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Согласно документу, граждане старше 65 лет могут уйти на двухнедельный больничный, поскольку попадают в основную группу риска. Больничные листы можно будет оформить с 6 по 19 апреля в форме электронного документа. Пособия по временной нетрудоспособности выплатят в полном объеме из Фонда социального страхования. Начиная с этого месяца, предприятия малого и среднего бизнеса получат 6-месячную отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на полгода вводится мораторий на подачу заявления о банкротстве, взыскании долгов и штрафов. Такие меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса по поручению президента утвердил Кабинет министров. Кроме того, премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено в будущем расширить перечень мер по поддержке предпринимателей, которые испытывают трудности. Православные церкви приняли новые правила, чтобы защитить прихожан от распространения коронавируса. Выпущены инструкции о том, как в условиях карантина проводить таинство причащения и меры помазания и крещения. Отказывать них церковь не будет, но просят с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут применяться в это время. Подробности в следующем репортаже. Несмотря на условия самоизоляции, несколько верующих все же посещают богослужения. По словам отца Сергия, церковь по-прежнему остается местом спокойствия и укрепления духовных сил. Храм царственных страстотерпцев продолжает работать с небольшим изменением в режиме. Службу мы утреннюю сделали позже, а вечернюю сделали раньше, чтобы раньше закрыть храм. После обращения святейшего патриарха Московской Весеруси Кирилла в это воскресенье о том, что нежелательный приход православных христиан в помещение храма, в храмы, конечно, сильно сократилось, в разы, можно сказать, сократилось число прихожан, посещающих храм. Поэтому, в принципе, сейчас посещение храма достаточно безопасно, потому что один, два, три, четыре человека посещают утром, столько же вечером, даже еще меньше. После каждого богослужения ручки дверей и все поверхности в храме дезинфицируются спиртовым раствором, помещения проветриваются. Раньше в завершение службы прихожане прикладывались к кресту, теперь его возлагают на голову верующего. Мы должны творить литургию. Господь единожды за нас принеся бескровную жертву и в дальнейшем несет свет людям, утешение, спасение. И мы воспроизводим эту голговскую жертву в храмах, потому что в домашних условиях это делать невозможно и нельзя. И преподаем эту святыню тем, кто, собственно говоря, и спрашивает ее. Священники призывают не впадать в крайности и без особой нужды не выходить из дома. Самоизоляцию стоит воспринимать как еще один повод почувствовать единение с собой, связь со своими близкими посредством молитвы. Многие, я уверен, после карантина, после того, как нас уже покинет эта ситуация, уже к Богу, к вере относиться по-другому. Потому что в этой ситуации человек более познает себя, потому что это необычная ситуация. Это тогда, когда целая семья затворяется в одной квартире. Возможно, эта квартира даже несоразмерна их количеству. И тогда это тоже является поводом терпения друг друга. Это является поводом к пониманию друг друга. Дистанционные богослужения – неизбежное условие для сохранения здоровья россиян. Все желающие могут прослушивать их на телеканалах и сайтах православной тематики в формате онлайн-трансляции. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Бронхиальная астма – одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Резкий рост заболеваемости произошел в последние 20-30 лет. По некоторым оценкам, за это время число больных астмой в мире увеличилось в два раза и сейчас достигает 300 миллионов человек. Весной болезнь обостряется из-за цветения растений. Можно ли предупредить развитие астмы и как облегчить ее течение – расскажем далее. Бронхиальная астма – широко распространенная патология. Это болезнь, при которой затрудняется дыхание из-за воспаления в бронхах. В последние десятилетия этот диагноз все чаще и чаще слышат как родители маленьких детей, так и взрослые люди. Это связано не только с развитием методов диагностики, но и с ухудшением экологической ситуации. В эру химической промышленности, фармакологической промышленности, развитие промышленных предприятий, загадованности городов, мегаполисов, в эру стрессовых ситуаций – все это является провоцирующими факторами, которые вообще усложняют течение любой хронической патологии. Астма имеет характерные симптомы. Больной страдает одышкой респираторного характера. Его мучают сухие, свистящие хрипы, спазматический приступообразный кашель по ночам и в утренние часы. У астматика снижена толерантность к физической нагрузке. Астму может сопровождать аллергический ренит. Астма детского возраста, она отличается от астмы взрослых. Почему? Потому что чаще всего триггером является инфекция. На фоне инфекции развивается бронхиальная астма. И если в течение года несколько раз есть эпизоды обструктивного бронхита с нормальной температурой, с длительным кашлем, с явлением ренита, не исключающей аллергическую патологию, то, конечно, этих детей нужно обследовать на предмет исключения бронхиальной астмы. Спровоцировать приступ астмы может встреча с аллергеном, стрессы, запахи, спортивная нагрузка и даже длительное пребывание на морозе. Для того, чтобы предупредить развитие тяжелой формы болезни, нужно своевременно обратиться к врачу, который назначит необходимые препараты. Больному необходимо вести здоровый образ жизни и стараться исключить аллергены, чтобы не провоцировать приступы. До середины 17 века сказки, басни, стихи рассказывали детям устно. Единственной книгой, которую дети могли читать, была Библия. И только в 18-19 веках стали появляться писатели для мальчиков и девочек и первые детские журналы. В 70-х годах прошлого столетия было решено создать специальный праздник – Международный день детской книги. Международный день детской книги был учрежден в 1967 году. Праздник отмечается в день рождения Ганса Христиана Андерсона. Так люди отдают дань уважения великому сказочнику – создателю волшебных историй для детей. Книга играет очень важную роль в жизни любого ребенка. И поэтому этот праздник, наверное, совершенно не случайно отмечается во многих странах мира, которые заинтересованы, чтобы их маленькие граждане читали. И, конечно, наша детская библиотека, если бы не случилось вот таких форс-мажорных обстоятельств, к этому празднику обязательно бы присоединилась. Потому что у нас есть огромная возможность предоставить современным читателям самые разные книги, в том числе и книги в современных форматах. Сотрудники библиотеки следят за последними тенденциями в мире литературы и стараются удивлять своих читателей самыми яркими новинками. Кроме того, в библиотеке действует акция «Книга-дар». Благодаря ей, в том числе, удалось пополнить фонды интерактивными книгами для самых маленьких. Сегодня это направление интерактивных именно книг развивается очень активно. Но в первую очередь, конечно, они рассчитаны на детей более младшего возраста, потому что мы понимаем, чтобы дети в таком возрасте читали книжки, их нужно увлечь. А увлечь их чаще всего можно сегодня с помощью игры. Поэтому появляются действительно книжки разной формы, книги, которые дают возможность ребенку чему-то научиться. Например, книжки, которые помогают ему научиться завязывать шнурки и застегивать молнии. По мнению библиотекарей, самые необычные книги – это книги с дополненной реальностью. Это комбинация классического произведения с виртуальными компонентами. Эти книги превращают в чтение в захватывающее занятие с элементами игры. Конечно, наверное, самые интересные книги для современных детей – это книги с продолженной реальностью, которые сочетают в себе традиционный книжный формат, плюс какие-то очень интересные для детей компьютерные технологии, которые помогают им, читая книги, например, выходить в интернет, что-то одновременно делать с прочтением книги. Конечно, мы понимаем, что современные дети, они не могут сегодня без цифровых технологий, и наши издатели идут в ногу со временем. В детской библиотеке всегда подскажет, где найти нужную книгу, расскажет об электронных библиотеках, проинформирует о интересной литературе и познакомит ребят с новыми детскими писателями. В дни самоизоляции сотрудники библиотеки приглашают читателей принять участие в акции «Пушкинка дома». Все желающие смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова